Сидайте. Так. Ну что, я, наверное, продолжу сегодня ту тему, которую я затронул, наверное, сколько там месяцев назад, когда мы говорили о трагедии 20 века, о трагедиях в жизни людей. Да. Вы меня сразу, сразу хочу попросить прощения еще раз за сумбур, потому что буду где-то сбиваться, перескакивать, уходить. И системы, может быть, вообще никакой сегодня не будет. Ну, попробуем поговорить с вами, побеседовать. Потому что вот этот период, который я пытаюсь сейчас затронуть, ну, на самом деле он очень неоднозначный, очень спорный, сумбурный. Вот кто был в прошлый раз, вы могли в этом убедиться, да, то есть противоречию на противоречии. И какой-то логической даже порой структурой очень сложно вывести из этого всего. Но я сегодня хотел бы поговорить с вами, вот если я в прошлый раз говорил о двух личностях, если вы помните, да, о отце Александре Афонском, об отце Александре, и о семье священника Лишевского, которые служили на одном и том же приходе, только в разные годы, там совсем рядышком. Один умер в 1117 году, а второй заступил после него через одного настоятеля в начале 20-х годов. И разница между ними просто колоссальнейшая, хотя ее могло бы вовсе и не быть, как вы помните, этой разницы, если кто был на лекции в прошлый раз. Если бы не революция 20-го века, да, Октябрьская революция, которая поменяла все, поломала все, поломала устои, и поломала в том числе традиционный уклад церковной жизни, который царил тогда. Духовенство было все-таки сословным, и были определенные традиции, которые поддерживались. Ну а революция сломала эти традиции и привела к тому, к чему привела. Можно ее, конечно, не винить, а говорить, конечно, в целом, что кризис был внутри самих людей, кризис был внутри самой церкви, и этот кризис проявился как раз в эти сломные годы. Сегодня я тоже хотел бы поговорить о двух противоположностях, которые служили тоже, как и на Брагинщине Афонский и Лишевский, служили тоже с разницей буквально там в два года между собой на одном и том же месте. Это два епископа, то есть берем масштаб побольше, попробуем этих двух епископов немножечко с вами разобрать. Первый, такой положительный герой моего повествования, это отец владыка Иоанн Пашин, в честь которого строится вот этот прекрасный храм. Верхний или нижний отец Владимир будет? А, они вместе, да, два престола, замечательно. То есть, да, вот приход как раз уже сегодня, вот храм новостроящийся будет в честь владыки Иоанна. Так вот, немножечко о нем побеседовать, поговорить, и о его таком антиподе, таком же епископе, с такой же судьбой практически в начале своего служения, но и ставшим епископом на этой же кафедре, но только уже совершенно с другой жизненной позицией. Это архиепископ Петр Авдашкевич, епископ Мозорский, да, вот как и владыка Иоанн. Так вот, значит, начнем, да, о владыке Иоанне немножечко поговорим. Владыка Иоанн, если вы помните, ну, читали все жития его, или для кого-то будет открытие, конечно, ну, хорошо. Тем более на вашем приходе поговорим мы. Можно немножко напомнить, не все что-то. Да, 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 я и понял. Значит, немножечко напомню. Вообще эпоха, в которую застал владыка Иоанн, она была очень-очень неоднозначна, еще раз говорю, что церковь находилась в таком очень странном состоянии, я бы сказал. Значит, владыка Иоанн, да, петриковчанин по происхождению, родился в семье петриковского священника, отца Дмитрия, вот, который успел, который женился на дочке священника этой же местности, Мозорщины, отца Василия Заветневича. Вот, свадьба состоялась... Стойте, давайте я сейчас снова кое-что найду, простите меня, пожалуйста, я сбиваюсь, малость. Немножко я не то просто открыл. Да, значит, владыка Иоанн. Родился он в 1881 году, буду какие-то мои фрагменты зачитывать, 8 мая 1881 года. Вот как раз в эти майские дни его будет день рождения. В небольшом городке Петриков, это Гомельская область сегодня, окончил Минскую духовную семинарию в 1901 году. Сразу же по окончании семинарии он женился и был рукоположен в село Князь Озеро, Мозорского уезда, священником. Да, позже его перевели на служение в Скрыгалово. Конечно, это особенное место связано с его детством, с его жизнью. Хотя он был петриковчанин, но он рано потерял своего отца. Его папа умер, и мама его, оставшись вдовой, поехала жить вместе с ребенком к своему отцу, к отцу Василию Заветневичу, в Скрыгалово, где отец Василий был настоятелем местного храма. Вообще, эта фамилия Заветневича, она очень известная, она очень знатная. Это древний священнический белорусский род. Причем род, который пользовался огромным авторитетом, как у церковных, так и у светских властей. Там есть свидетельство о том, как даже отец Василий у местного помещика выиграл суд, отвоевав у него лес, на который позарился помещик. И вообще отца Василия очень сильно уважали. Его родной брат был профессором в Киевской духовной академии. Когда он приезжал в гости в Скрыгалов, вместе они вдвоем брали своего внука на экспедиции. Очень интересно, что много они сделали открытий. В том числе они обнаружили на Брагинщине целую сеть курганов. Курганов, по-моему, Дреговичей наших далеких-далеких предков, одной из древних славянских племен. Этих курганов было очень много. Вот сейчас мы с нашими прихожанами уже несколько раз ездили на Брагинщину, к отцу Ростиславу, к настоятелю местного прихода, и посещали эти курганы. Они сегодня сохранились лишь отчасти. Там их буквально не больше десятка. Они находятся в ограде местного кладбища. Благодаря этому они сохранились. Ну а в 60-70-е годы основное поле, где находились эти курганы, оно было распахано под кукурузу. И, к сожалению, да, такой удивительный артефакт, который был описан еще вот Завитневичами, он был уничтожен. Сегодня только отчасти он сохранился. И многое-многое другое. Но главная, конечно, мыслью отца Василия, это была идея о том, что нужно возродить в Скрыгалове историческую память самого места, во-первых, и того человека, который на этом месте претерпел мученическую кончину. Если кто не знает, да, в Скрыгалове пострадал вот вчерашний наш герой, кого мы праздновали всей полнотой православной церкви, священномученик Макарий митрополит Киевский. Его память каждый год 14 мая. В 1428 году владыка Макарий мученически скончался от перекопских татар вот именно в этой местности. И по преданию его тело было позже забрано из Скрыгалова, перевезено в Киев, и сегодня его мощи находятся во Владимирском соборе города Киева. А голова владыки Макария находится как раз у нас на Гомельщине. Там же в Скрыгалове она и осталась. Только где, это непонятно. Ему отсекли голову, ступню и бросили в реку. Поэтому головы, наверное, нет. Она поныне находится в Скрыгалове. По крайней мере, об этом отец Иоанн, когда он уже был настоятелем в этом Скрыгалове, когда он пришел на место своего состарившегося дедушки, молодым священником, когда он пришел туда, он об этом свидетельствовал в 1113 году и говорил о том, что вот давайте мы возродим в Минской епархии, он это заявлял на заседании православного братства в 1113 году, первого заседания православного братства, которое возглавил только что приехавший в Минск наш гомельский епископ, владыка Митрофан Краснопольский, решив создать и в Минске такое же братство, какое он создал в Гомеле, до этого создал в Могилеве, он решает создать братство в Минске и ради этого собирает собрание самых активных священников, которых тогда мог найти у себя в Минской епархии. Она была тогда очень обширна, эта епархия. И Мириан, и вот там один из выступавших на этом братстве был будущий владыка Иоанн и задавал вопрос по поводу написания иконы святых Минской епархии, чтобы в эту икону, ну тогда было решено включить всего трех персонажей, это Кирилл, Лаврентий Туровские и младенец Гаврил Слуцкий, но позже его мы стали назвать Белостокский, владенец говорил Белостокский, а сверху икона Минской Божьей Матери, Минская икона Божьей Матери. Владыка, отец Иоанн тогда предложил на эту икону добавить четвертого персонажа, Макария, но Митрофан на это отреагировал очень так жестко, резко, сказав, что он же был всего лишь проездом там, поэтому давайте мы уже тут всех навключаем в эту икону, и Дмитрия Ростовского, потому что есть свидетельства, что он в Слуцке жил, и там даже колодец до сих пор хранится, из которого он там воду черпал, местные говорят, что это его колодец, поэтому давайте мы уже не будем всех проезжих мимо включать в эту икону. Да, ну и так отца Иоанна он осадил, но идея эта все-таки была, висела в воздухе, и впоследствии отец Иоанн эту идею воплотил в жизнь. Это, наверное, одно из главных его достижений на его первоначальном пасторском пути, настоятельском пути. Уже придя на место состарившегося дедушки, которому, конечно, помогал, на место отца Василия, он принялся сооружать часовню в память владыки Макария. А также на берегу вот этого небольшого притока Припяти, Птичь, да, он называется приток, где был убит священно-мученик Макарий, он соорудил Стеллу. То есть две постройки, которые до наших дней дошли, они сегодня существуют. И Стелла это стоит. Каждый год вот священники Туровской епархии, во главе с епископом, отправляются крестным ходом от этой часовни и уже сегодня от нового построенного храма отправляются крестным ходом на эту Стеллу, на место убиения Макария. Вот эти две постройки, они до сих пор сохранились. Более, владыка, будущий владыка Иоанн туда перенес в частицу мощей из Киева. А потом были организованы даже целые крестные хода и приезд паломников из Киева, вскрыгалов. Богобольцев было очень много. Это был очень большой-большой праздник каждый год. И все, опять же, по инициативе еще молодого тогда отца Иоанна. Потом его перевели на повышение. Ближе к Минску, в село Прилепы. Да, это было... Да, в село Прилепы. Это конец десятых годов. В Прилепы находился Георгиевский храм. С этим местным был связан тоже один из эпизодов, когда там местные очень любили ходить, поклоняться, вернее, не поклоняться, а ходить на богомолие к некому памятнику, которого они прозвали то ли там Иоанном Притечи, то ли не алкоголаемым чудотворцем. Хотя это было как эта старая католическая статуя. Но все ходили дружно туда, считая это место одной из самых важных своих святынь. Вот он развернул небольшую борьбу и кампанию против этой такой необычной, странной святыни. Все получилось, конечно, народ сильно возмущался отчасти, но потом все утихло. А еще он в Прилепах сделал, ну, мне кажется, вообще что-то такое невообразимое. Вот начало 20 века, оно было знаменовано тем, что церковь православная вдруг обратила внимание на то, что сильно-сильно пьет наш народ. Стали пить. Ну, возможно, это следствие, хотя на это было обращено внимание еще в самом начале века, еще до Первой мировой войны. Ну, а после Первой мировой войны, мне кажется, это приобрело еще большее какое-то вот такое лавинообразное состояние. Народ спивался. Какая-то была жуть. И вот самое интересное, что когда вот мы поднимаем даже труды того же Митрофана Краснопольского, нашего первого гомельского епископа, он очень много внимания уделяет трезвости. выступает на разных собраниях, пишет разные воззвания, статьи в газеты, борется с алкоголизмом прямо страшно. Да, смеется, иногда какие-то вещи высмеивает, какие-то непонятные государственные законы, которые, с одной стороны, запрещают, с другой стороны, поощряют пить. Ну, собственно, это как бы пластинка стара, как мир. То есть он это высмеивает, Митрофан. И помните, что Митрофан и организует какие-то определенные движения против алкоголизма. Но вот Отециан, видимо, следуя этой традиции, тоже начинает заниматься этой проблемой. Причем, в отличие от многих своих современников, он делает это очень успешно. Он добивается того, что в его селе прекращают пить. Как это он делал? Ну, я не знаю. Из этих алкоголиков он создал кооператив. Создал организацию, которая занималась финансовыми вопросами и выдавала населению беспроцентные займы. Даже есть фотографии, где вот он сидит во главе этого кооператива. Сидят там на фоне какой-то избы, за столом, вот заседают и разговаривают о чем-то. То есть вот потрясающее, конечно, деяние. Он замечательно обновил храм в этом селе. И в целом его небольшой срок того служения, по-моему, там около пяти лет он провел в Прилепах, уменьшались огромными-огромными достижениями. Вот это время, это был 1023 год. Если вы помните, это время, когда в Москве после всех переворотов, революций начинается много разных таких странных течений появляется, движений церковных. И самое страшное движение, о нем я уже упоминал на прошлой лекции, это так называемое обновленческое течение. Обновленцы, организация, созданная искусственно, с советскими тогда властями. Идея принадлежала Льву Бронштейну, Троцкому, о том, что церковь нужно расколоть изнутри. И потом уже вот эти противоборствующие группки каким-то образом, поругавшись друг с другом, друг друга перебьют, а мы уже разберемся с остатками этих людей. В принципе, такая же вот идея была и у немцев. То есть, с одной стороны, они возрождали храмы, возрождали церковную жизнь, как это было в Гомеле или на других оккупированных территориях. Все было внешне очень хорошо, но, однако, при этом немцы очень сильно настаивали на том, чтобы все эти религиозные группы, все эти епархии, церкви, они были независимы друг от друга, абсолютно независимы друг от друга, чтобы им было легче управлять, чтобы потом дальше уже и вовсе расправиться со всякой религиозностью христианской. Поэтому здесь был тоже такой примерно замысел, причем гениальный замысел, и настолько он был гениален, что люди порой даже не понимали сами, что ими кто-то играет, ими кто-то управляет. Таким образом, в Москве возникло несколько течений, которые, позже объединившись, составили из себя некий такой большой орган так называемого высшего церковного управления, который в свое время успел низложить патриарха Тихона. Также этот орган сумел получить легитимность со стороны восточных патриархов, в том числе и от Константинополя. В этом органе признали церковь сестру и признали этот орган братом во Христе. Поэтому, ну а русская церковь православная во главе с патриархом Тихоном была объявлена раскольнической организацией, с которой нужно было, конечно, бороться. Потом, впоследствии, в патриарше церкви осталось совсем-совсем немного приходов. Более 70% всех приходов Российской православной церкви отошло к обновленцам. Власти сами отдавали эти приходы, никаких проблем не было, и раскольники свободно занимали те или иные храмы. В Беларуси дела обстояли так очень даже странные, я бы сказал. Сюда пришло высшее церковное управление, но в этот момент Минскую кафедру возглавлял удивительный человек. Его память мы будем праздновать послезавтра. Ну как мы праздновать, наверное, никто про него сегодня и не помнит вовсе. И будет очень прискорбно, что послезавтра, наверное, ни на одном белорусском сайте о нем и не вспомнят. Это день его кончины, 17 мая. Владыка Мелхиседек Паевский. Удивительный человек, музыкально одаренный, знающий несколько языков, блестящий оратор, вообще очень такой удивительный человек. О нем писала когда-то даже в воспоминаниях Зинаида Николаевна Гиппиус. Говорила, вот какой Мелхиседек, она им просто восторгалась. Когда она у него гостила, написала такое удивительное явление, что Мелхиседек играет на фортепиано, а монахини Минского монастыря под аккомпанемент владыки исполняли Акафист Иисусу Слочайшему. Вот потрясающе, да? Акафист, оказывается, до революции раньше пели под аккомпанемент, даже в том числе. Вот фортепиано, да? Почему? Мелодичное пение, и какая там мелодия интересная была. Но вот так было, так описывалось Гиппиус. Дальше, да, владыка Мелхиседек, понимая, в какую ситуацию наказан, с одной стороны, видите, и патриарх Тихон там без конца под арестом, под этим, и тут в Москве появилась какая-то власть церковная, вроде легитимная, и вроде ее признали даже восточные патриархи. Он решает сделать такой прецедентный шаг. Он объявляет, по сути, Белорусскую церковь автономной, отделившись тем самым от Москвы, отделившись тем самым от высшего церковного управления, сказав, что мы теперь не подчиняемся, ну, то есть мы подчиняемся формально, но в то же самое время мы абсолютно самостоятельны. Священники Минского собора владыке Митрофану тогда принесли на подносе белый клобук и от себя вручили, сказали, что теперь вы наш митрополит, собственно говоря. Хотя, ну, такого назначения церковь не знает, ну, и позже Милхиседека называли самозванцем, но он одел этот белый клобук и стал фактически митрополитом. Да, но в своей области, пока в Минской епархии, там было, конечно, противостояние и с другими, состенними епархиями, но свою епархию, она тогда была очень обширная, половина нашей Гомельской области входила, там еще куча уездов входила, Минщина вся входила, безусловно. Это была огромная епархия, гораздо больше, чем сегодняшняя Минская. Да, это была практически половина Беларуси нынешней. Но, чтобы как-то укрепить свои позиции, Милхиседек притерпевает такой тоже очень необычный шаг. Он себе решает избрать целых трех векариев. Ну, кто такой векарий, вы знаете, да? Владыка Амросий наш, векарий Гомельской епархии. Амросий, да, помогает правящему епископу. Но у Владыки Амросия, может быть, как и у нынешних, у многих векарьев, не столько много прав, сколько дал Милхиседек к своим векариям. Да, там было много прав. И, по сути, их области, которые они заняли, они были, во многом представляли из себя самостоятельной епархией. Они самостоятельно принимали различные решения, назначения, рукоположения проводили. Но все-таки они подчинялись Милхиседеку. И вот Милхиседек будет человеком очень активным. Прежде чем создавать эти, конечно, векариатства, он объезжает свою епархию. И обращает внимание на тех или иных священников. В том числе, вот в числе этих трех, он, посещая в 1120 году, посетил Прилепы. Это был пятилетний юбилей храма Прилепского. Он обратил внимание на этого молодого настоятеля. Что вот, смотрите, какой замечательный священник. И к тому же судьба у этого священника была уже на тот момент не очень простая. Он овдовел. Его супруга умерла. Оставил ему двух деток. Василия и Надежду. Двое деток у него было. И вот вдовец, такой очень активный, яркий человек. Почему бы нет? Почему бы его не рукоположить? В 1123 году состоялась его епископская хератония. Да, ну, заметим, в Бобруйск был поставлен епископом Филарет Лраминский, на Слуцк епископ Николай Шеметила, а вот на Мозырь, в Мозырскую кафедру, в Мозырское викариатство Минской епархии, в Мозырскую и Туровскую епархию, был поставлен отец Ана. Это был 1023 год. Вот так Иоанн становится епископом. Ну, знаете, вот, да, интересный тоже вопрос с владыкой Иоанном, принимал ли он монашество? Ну, скорее всего, нет. Он был сразу рукоположен из-под иереев. Это было явление начала XX века, что для епископского сана вот в тот период времени не обязательно нужно было монашество. То есть, не обязательно. А у обновленцев это вовсе переродило в том, что, ну, там, мало то, что можно было ставить уже тогда женатых, но и далее там можно было ставить и несколько раз женатых. Вот это было жуткое такое еще явление. А рисофора не было? Навряд ли. Вот об этом мы умалчиваем, умалчивают истории, документов никаких нет, о том, что Иоанн принимает монашество, во-первых, да, или какой-то рисофор. Скорее всего, он оставался просто вдовцом, который был рукоположен. И ни одной фотографии, в принципе, мы не видим, где он... Мы, в принципе, ни одной фотографии не видим, где он в епископском сане, ну, в облачении находится. Есть фотографии из межзаключения, где он уже епископ, но без всех регалий. То есть, даже определить, принял он монашество, не принял, сложно. Ну, имя, по крайней мере, ему точно не меняли. Но, скорее всего, мне кажется, что он не принимал монашество, оставался в том состоянии, в котором был призван. Да. Ну, а иногда такие вот игры, ну, в его случае-то это положительный пример, а были случаи очень-таки отрицательные. У нас, я вам, наверное, рассказывал когда-то, в нашем соборе служил такой епископ Петр Сергеев. Не говорил про него, нет? Такой интересный персонаж. Прогуливался со своей супругой под руку здесь, по Гомелю. Приходил на службы, такой эпатажно себя вел. Из-за этой эпатажности его выгнали из Гомеля, перевели куда-то там, в Россию. И там умерла его жена. Да. И он, бедолага, не знал, что делать. Вот, поэтому увидев, ну, как-то влюбившись в одну из своих молоденьких прихожанок, он решил на ней пожениться, будучи уже митрополитом. Ну, а как митрополит? Вот, чин венчания для митрополитов, как провести? Ну, не представляю, да? Не, ну, а если бы так гипотетически вот захотел митрополит повенчаться, как бы вы повенчать внешне, в чем бы, как бы это выражалось? Он решил эту дилемму, он зашел в храм в мантии митрополитчей, да, невеста была в садин платье, он был в митрополитче мантии, и тот момент, когда нужно было одевать венцы, на нее одели венец, а на него возлагали митру. Красавец, одним словом. Да, это наш гомельский архиерей, кстати, видите, ну, такой вот, 20-е годы, 20-е годы, да, да, таких эпизодов много, об этом я, когда-нибудь, эти эпизоды я затрону уже конкретно Гомеля, касающиеся уже, может быть, да, в следующих, может быть, в следующих наших встречах. Да, так вот, Иоанн становится архиереем, назначается на Мозорскую кафедру, но власти, конечно же, противоборствовали, потому что Милхиседек находился не в части его деятельность, она, вроде бы, он был в рамках вот этой большой организации такой обновленческой, но в то же самое время он противоборствовал обновленчеству. Вот Милхиседек вел себя очень непонятно и очень странно, даже сегодня с канонической точки зрения его поведение очень непонятно, то есть он обновленец или не обновленец, церковь автономная или не автономная, а кому он подчиняется или никому вообще не подчиняется. Колебался. Нет, не колебался. И, видимо, он поддерживал эту неопределенность специально, потому что что происходит в Москве никто не знает. Патриарх не зложен, ну, там, официально не зложен, или в тюрьме сидит патриарх, что делать? Да, потом там, да, ВЦУ, высшее церковное управление, вроде бы легитимное, но ведут они себя крайне странно. вообще какие-то жуткие люди стоят во главе. Потом, позже, даже если мы возьмем там более позднюю попытку создания белорусской автокефалии при митрополите Сергии Старгородском, там тоже не все понятно. Совершенно. И поэтому наши белорусские иерархи, они вели себя, вот, да, очень-очень осторожно и, да, присматриваясь и максимально старались сохранить православие здесь каким-то более-менее ровным и более-менее чистым. Поэтому им приходилось идти на компромиссы. Поэтому Мелхиседек позже, когда уже был убран с Минской кафедры, потом он принкнул и стал основателем одного из новых церковных течений, так называемого Григорианского раскола, совсем немножко. Потом он вовсе возвращается снова, уже идет под патриаршем Афор, приносит покаяние Мелхиседек и ему, правда, он уже снимает с себя белый клобук, он становится простым епископом, ну, в сане простого епископа, он умирает, он похоронен сегодня в Москве. И у меня вот одна из ближайших целей, если когда буду в ближайшее время в Москве, обязательно поеду на его могилу. Совершенно забытый человек нами, но личность это просто, наверное, мне кажется, это самый, о нем вообще надо отдельно посвятить лекцию, ему посвятить, потому что, на мой взгляд, это самый яркий архиерей нашей Беларуси за все ее время существования. Эта личность просто многогранная, интересная, ну, к сожалению, многими-многими забытая. Он старался спасать церковь, спасался, не то чтобы спасать церковь, пытался ее по крайней мере как-то вырулить. Да, ну вот Иоанн, приехав на свою кафедру, к сожалению, не сумел начать свое служение в главном ее городе. На тот момент было определено, что, конечно, главным городом этой Туровщины станет Мозырь. Ну, что он самый крупный, по крайней мере, это центр, и, конечно же, там должен быть находиться кафедральный собор, как сегодня это и существует, Туровская епархия с кафедральным собором в городе Мозырь. Да, кафедральный город это Мозырь. А в Мозырь уже, в Мозырь, видимо, Иоанна не пустили. Сами же власти, да и к тому же в церковной жизни там было очень мы к этому немножечко подойдем позже, к церковной жизни уже самого Мозыря. Поэтому он едет к себе на родину, едет в Петриков. И в Петриков и в Воскресенском соборе начинает свое епископское служение. Там было всего три храма. Никольский, Вознесенский и Воскресенский. Сегодня сохранилось два из них, Вознесенский и Никольский. Причем, самое интересное, что эти храмы вот особенно, да, они практически не тронуты. И в одном из них даже есть иконостас того самого времени сохранившийся. Вот очень парадоксально, да, вот почему до Петрикова не дошли руки советской власти и почему так безбожно не уничтожили эти два храма или, по крайней мере, не растащили то, что находилось внутри. Для меня это парадокс. То есть, каким образом эти храмы еще дожили до нашего времени. Вот если кто-то хочет видеть реальный иконостас, который никогда не перемещался из одного, по-моему, там с Вознесенского храма он там стоит. И там потрясающее убранство. Как раз вот времен владыки Иоанна. То есть, начальник 19-го, начало 20-го века. Там есть на что посмотреть в Петрикове. Да, вокруг себя он собрал очень много замечательных людей. Люди его очень любили. Его описывали высоким, голубоглазым человеком с русскими волосами, который потрясающе красиво пел. Это был его конек. Он умел хорошо петь. Да, и люди вокруг него собирались, очень многие. И вы знаете, даже мысли у многих в Петрикове не было о том, что нужно идти в какую-то другую церковную организацию. Народ толпился вокруг него. Были попытки его даже убить. Там один товарищ, такой, видимо, вдохновленный идеями нового времени на богослужение пытался его застрелить. Его назвали по фамилии названной в уголовном деле некий Лапета стрелял владыку Иоанна. Но прихожанка Антонина, книга ее фамилия была, закрыла его своим телом. То есть сама получила ранение, но спасла жизнь владыки Иоанна. То же вот просто даже говорит о том, как его любили люди. Еще он в Петрикове конечно же пошел против советского закона в смысле организации воскресной школы. Конечно, при храмах учить детей было категорически запрещено. Воскресная школа была под запретом. но он все-таки умудрялся детей собирать у себя дома и обучал их закону божьему, а также церковному пению. Да, я знакомился в 2006 году с его личным делом, находящимся у нас в Гомель. Его личное дело, уголовное, самое первое, которое на него завели, находится в нашем архиве КГБ, управление КГБ по Гомельской области на улице Белецкого. Оно совсем тоненькое. Это как раз Петриковское его дело. Там буквально несколько листочков, что он такой-такой сякой, негодяй, там какой-то доносик небольшой. Ну, ничего, собственно говоря, такого страшного нет. Ну, а самое страшное обвинение это то, что он у себя дома проводил занятия с детьми, обучал их церковному пению и учил их закону божьему. И это дело, мне кажется, на мой взгляд, из всех тех дел, которые мне попадались в руки, оно самое яркое внешне, потому что в нем в единственном есть цветная страница. Яркая, яркая. Эта страница вырванная из детской Библии иллюстрированной и вложенная туда, подшитая к делу как вещественное доказательство, что вот по этой Библии он учил детей. Да, но еще также он, конечно, сделал еще несколько злостных дел. Он организовал в Петрикове сестричество православное. Это было, они одевались, это было тоже нонс, то есть не просто сестричество, а еще и форму им пошил. Это 20-е годы, 25-й год. Да, это риск. Они ходили в белой одежде, как сестры милосердия, а на груди у них был большой синий крест. Вот, раз, это было два, второй эпизод. Третий эпизод, то, что он начал заниматься молодежью и в Петрикове организовал несколько молодежных групп, молодежных течений. Вот, и сам ими занимался, конечно же. За это его в 1026 году приговорили к такой уже новой форме наказания, как высылка из этого города. Но нельзя ему жить, короче, в Петрикове и в других крупных городах. Но было предоставлено право, по крайней мере, выбрать, где он может жить, где он хочет жить. Он выбрал наш Лоев. Отправили его в Лоев. Свидетели описывают, что когда он сел на баржу, а это был конец марта месяца, лед еще только-только начинал сходить, народ плакал, и какой-то путь проводов архиереи своего совершил по не очень хорошему берегу, и вступая даже в воду, в ледяную воду, шли люди по воде с мокрыми ногами, так они его любили, невзирая на этот мороз, они плакали и провожали его. А в Лоеве он продолжил управлять своей епархией, немало, немного, он дальше начал какие-то, видимо, издавать указы, может быть, не указы, может быть, устно просто давать какие-то распоряжения по своему региону. И в Лоеве он продержался буквально полгода, и дальше в 1926 году в этом же его отправили в ссылку в Зырянский край. Дальше его сделал своим помощником архиепископ Дамиан Воскресенский, епископ Курский. Он тоже себе поставил нескольких векариев, и владыка Иоанна сделал своим помощником в этой большущей Курской епархии, где было очень много ссыльных, где было очень много заключенных. Иоанн стал епископом Рыльским, поэтому мы его и поминаем как Иоанна епископа Рыльского, хотя это было достаточно номинально, больше я все-таки бы сказал, что он епископ Туровский, Мозорский, это его было дело жизни. В Рыльске мы ничего особенного яркого не видим, знаем только, что там из этих ссылок своих и мест заключения он впоследствии присылал различные поделки, какие-то рисунки, вырезанные из дерева чего-то он делал. Есть замечательная книга «Светильник Христов», изданная несколько лет назад отцом Гордеем Щегловым, там есть замечательное приложение из иллюстраций личных вещей, которые делал Иоанн, и нательные крестики своим близким присылал, он который делал своими руками. Это может быть даже было немножечко позже, потому что его из Рыльска уже приговорили к 10 годам лагерей, и это был 32-й год, в 32-м году его приговорили к 10 годам лагерей, но он не досидел свой срок, в 38-м году дело было пересмотрено, за неполных 6 лет, в течение полных 6 лет он только просидел, его расстреляли. Ну а в конце 90-х и в начале 2000-х он был канонизован прославлен лике святых. Вот это вкратце, вкратце, может быть даже не вкратце, немножечко его жизни. Да, вот яркий человек, который вокруг себя очень многое менял, очень многое преображал. Напомню, что изгнан он был из своего региона в 1226-м году, но сделал он столько, что память о нем жила очень долго, по крайней мере спустя 5 лет, в 1331-м году, когда из Гомеля был прислан в кобычках в помощь такой гомельский протеерей Николай Дудкин был прислан в Мозырь в качестве одного из людей, кто должен был навести очень быстро порядок в обновленческой Мозырской епархии и отобрать еще не отобранные храмы у православных. Это был жуткий персонаж, вот есть эпизоды его воспоминания о нем, как он служил в Гомеле, это было что-то страшное, да, он там облачался на крещении ребенка и при этом не выпускал из зубов своих папиросу, это он в Гомеле где-то крестил, покуривая, видимо, прихожане очень возмущались, он и на словцок был достаточно крепок. Кабацкая трубочка. На кабацкую трубочку получился безразличный. Да, отец Николай был вообще человек и жуткий, и эпатажный, о нем можно тоже проводить целую лекцию, рассказать. Но вот ему прихожане иногда делали замечания, говорили, что нельзя так поступать, батюшка, все-таки, как-то это не очень прилично, он говорил, молчите, а что вы мне сделаете, поговорите еще, посажу. Он очень тесно сотрудничает с властями, его очень боялись, его боялись все вокруг. Да, и на самом деле, когда Дудкин приехал уже на Мозорщину позже, в начале 30-х, часть храмов он сразу захватил, то есть вокруг Мозоря, Калинковичей, там Ельск он захватил, то есть он быстро, быстро, быстро прошелся своим авторитетом каким-то, знакомством с властями, прикрываясь какими-то связями, он очень быстро позабирал храму православных, но Петриков он так и не тронул. Это было уже 5 лет спустя того, как Иоанн был выслан из Петрикова. И он говорил, что в Петрикове мне ничего не удается сделать, потому что там еще живет, это дословно практически, память епископа мученика Иоанна. Он его уже тогда Дудкин называет мучеником, то есть народ его почитал, Владыка Иоанна почитал мучеником, что вот мученик Иоанн, там еще память его жива, и ничего мы с Петриковым не сделаем. Вокруг там Петрикова что-то еще, какие-то были движения, но сам Петриков так в обновленчество и не ушел, потому что жива была память о Владыке Иоанне. Ну а вот антипод Владыке Иоанна, А сколько нас времени сейчас с Вадим вообще? Сколько вы пожелаете? Ну вы не засыпаете надеюсь я уже так я сам такой полусонный ну а здесь просто мы начнем сейчас такое на самом деле здесь я буду много читать может быть немного буду читать но на самом деле такие странные страшные вещи значит в 26 году Владыке Иоанна не стало на Мозорщине в целом в этом регионе нет епископа конечно же обновленческие власти понимают что что-то надо с этим делать потому что какой-то вот Иоанн наделал здесь шума и что дальше-то мы не можем ничего сделать поэтому давайте мы будем предпринимать какую-то нужную альтернативу Иоанну и вот альтернатива нашлась в 1028 году спустя два года может быть даже меньше чем два года прошло туда присылают епископа им становится Петр Авдашкевич вдовый протеерей видите схожая судьба да тот вдовец протеерей Иоанн становится епископом и здесь Авдашкевич Петр тоже вдовый протеерей становится епископом с таким же фактически титулом да епископ Мозорский да немножечко о его биографии в двух словах родился в 1868 году то есть он был немножко старше Иоанна в селе Шамово Мстиславского уезда Могилевской губернии белорус наш в июне 1889 года он окончил Могилевскую духовную семинар и стал псаломщиком и законоучителем 12 августа 1900 года состоялась его священническая хиротония потом в 1908 году он поступил в Московскую духовную академию окончил со степень кандидата богословия а дальше он вступает на путь полкового священника ну вообще это отдельная тема да что в армию на должность полковых священников не брали а бы кого то есть брали как правило людей достаточно смелых думающих решительных вы знаете что до революции ну вообще и в те даже годы да это было подразделение российской православной церкви вот такая вот церковь внутри церкви можно сказать да которая не подчинялась ни одному архиерею ну то есть у них не было самостоятельно кроме патриарха нарна и синода никому больше не подчинялось это ведомство то есть военные священники не имели над собой непосредственно какого-то начальника в сане архиерея над ними стоял протоприсвитер вот в начале века им был наш белорус отец Георгий Шавельский тоже потрясающе интересная личность потрясающий персонаж так вот отец Петр становится полковым священником его отправляют на Дальний Восток с апреля 1915 года он священник 28-го пехотного полоцкого полка в 1120 году 21 февраля он был возведен в Сан-Протоиерея в эти годы он оказался на территории Украины и в 1222 году примкнул к обновленцам 10 января 1925 года переехал на родину в Беларусь и был избран настоятелем Чирейской церкви Аршанской епархии в Орше была учреждена на епархии вот у меня есть тоже один маленький артефакт которого нет пока ни у кого кроме меня есть у меня фотография в Мозере в библиотеке местный библиотекарь мне отдала эту фотографию сказала вот читательница какая-то вернула книгу а в книге лежит фотография намечательно такая красивая сзади подпись значит фотография датируется 1027 годом фотография епископа с той стороны написано епископ Стефан Виноград епископ Аршанский Стефан Виноградов сестре Манефе помни в терпении спасение потрясающая надпись да очень трудное время Аршанский епископ ну правда не православный а обновленческой епархии да я сейчас находил о нем статью в свободном доступе но нигде не сказано об этом эпизоде его служения в Орше толком и ничего не сказано об его обновленчестве но он был обновленческим архиереем Стефан Виноградов ну может быть я еще плохо копался надо будет посмотреть позднейше сейчас может что-то добавили так вот как раз видимо в эти годы когда был этот Владыка Стефан Виноградов там на этой Аршанской епархии назначается на служение на один из этих приходов отец Петр в 1128 году 15 февраля по настоянию обновленческого архиепископа Могилевского Иосифа Кричетовича осталось рукоположение Петра вдового протеерея в сан епископа Мозорского да два архиерея три архиерея рукополагали Михаил Свидерский сам Иосиф и Федор Бекаревич тоже кстати отчасти их жизнь была кроме Федора Бекаревича была связана с нашим Гомелем его жизнь отчасти но это отдельно тоже товарищ такой личности да Петр Авдашкевич ну вот мне кажется очень важная черта в его биографии это то что он был военным священником в свое время это очень важная черта то есть у него характер все-таки был и мышление находил вообще он находился в каком-то поиске и возможно его возможно его как раз уход в обновленчество был связан не с тем как вот многие архиереи один из основателей как раз этого движения Антонин Грановский позже ушедший из этого движения говорил что там весь там вся Сибирь покрылась там дьячками наскочившими на архиереями там наскочившими сразу из дьячков на метрополиче кафедры и каждый желал себя покрыть митрой и чуть ли не каждый да когда предлагалось рукоположение вот в епископский сан тому или иному представителю обновленческого движения то некоторые даже как Грановский говорит отказывались рукополагаться в епископы говорили что давайте-ка нас лучше сразу лучше в метрополит рукополагайте сразу ну или хотя бы в архиепископы саном архиепископа ну а епископ это как-то непрестижно звучит просто епископ но вот некоторые на самом деле да туда пошли в качестве искателей церковной карьеры она давалась очень быстро и на самом деле сегодня даже вот ну вот наша церковная жизнь она является в какой-то из клочков разных эпох нашей истории истории русской православной церкви и отголоски мы эти несем до сих пор да у нас есть обычаи там дореволюционные есть обычаи там которые зародились во время революции есть какие-то традиции которые появились совсем-совсем недавно и вот допустим в церкви вот сегодня вот отец Вадим с таким красивым крестом на груди вот или у меня вот допустим тоже лежит крест на парте тоже красивый с украшениями но на самом деле с отцом Вадимом мы не должны еще это носить по идее да до революции такого конечно не было и может быть мы вот вот-вот может быть мы бы стали протеереями еще едва-едва на днях бы, через лет пять-десять. Ну, по крайней мере, не сейчас, это точно. Я так точно не сейчас. Отец Вадим немножечко старше. Ну да, да, да. Ну, а повышение в сане у нас очень быстро сегодня в церкви повышает священник к этому в сане. Правда, сегодня немножко эта традиция приостановилась, но это опять отголосок вот того обновленческого движения, которое внесло определенный вклад в церковную жизнь, и с этим мы уже ничего сегодня не поделаем. Да, то есть немножечко вот это сместилось. Поэтому, ну, вообще это совершенно не важно, это совершенно неинтересно. Так вот, Петр, видимо, становится архиереем, ну, это уже мои домыслы, скорее всего, по идейным соображениям. И вообще к обновлению, что он примыкает по идейным соображениям. Он надеется увидеть вот в этой новой организации церковной что-то иное, в чем не будет инертности, не будет жадности, будет какой-то братский дух, какая-то взаимопомощь. То есть то, чего он не видел в церкви того старого образца, из которого он вышел. Он надеется, что на самом деле, ведь слово обновленчество, да, это же не такое плохое слово, обновление. То есть мы ветхое, все старое, древнее, ну, такое ненужное, мы отбрасываем какой-то бюрократизм. Об этом еще много писали и говорили, что бюрократизм – это вообще какая-то жуть, это страх, во что превратилась церковь до революции. Там много-много было недостатков, безусловно. И он надеялся, что этого не будет. Но не тут-то было. Но все-таки он сталкивается с этим же, только в еще, в еще больших, конечно, масштабах. Несколько цитат. Спустя, да, когда он приехал в Мозырь, давайте пока до цитат дойдем, пока он приехал, когда он приехал в Мозырь, народ его встретил, но не так, как он ожидал. Вот, диакон на службу приходил даже иногда в нетрезвом виде. Да, очень сильно хамил ему диакон. Ну, ладно, ну, а где набраться до циканов? Как-то он смирялся с этим. Пытался бороться, но смирялся. Прихожан было мало. Требы заказывались крайне редко. Даже были эпизоды, он описывал в своих письмах, что, идя по Мозырю, он в свой адрес слышал брань людей. Солдаты чуть ли не плевали ему вслед. То есть, постоянно унижая. Понимаете, антирелигиозная кампания идет. И к тому же, даже тот немногочисленный верующий люд, который там был, они уже не особо-то после, по крайней мере, после личности владыки Иоанна, они не особо хотели принимать кого бы то ни было. И тем более, вот, обновленческого епископа. Поэтому он, бедолага, во-первых, влачет нищенское существование, во-вторых, постоянно над ним кто-то издевается и смеется с него. И, конечно же, возник еще один фактор. Это недопонимание того, что происходит в Синоде Минском. Тогда был создан в Минске Синод. И на тот момент это было уже правление нового митрополита, митрополита Даниила Громовенко. Вот митрополит Даниил поругался с Петром, вернее, Петр написал ему такое вот резкое письмо, на что Даниил тоже ему резко ответил. Я в своей работе тоже привожу полностью тексты этих писем, но это долго, я не буду засчитывать тексты. По крайней мере, произошла некая перебранка между ними. Как-то Владыка Петр еще до Даниила попытался собрать у себя духовенство в Мозере. Ну, вообще, создать такой съезд духовенства, ипархиальное собрание. Давайте съедемся и поговорим на разные вопросы, пообсуждаем. И этот съезд должен был возглавить предшественник Даниила, митрополит Иосиф. Но не приехал сам Иосиф, потому что Иосифа назначили на новую кафедру, перевели. И духовенство тоже чуть не съехалось. Но чаще всего из-за бедности. Священники были крайне бедны обновленческие. Они даже не могли некоторым скрести себе на дорогу. Собрались мы на квартире, пишет он, поговорили о чем-то, о том, о сем. Вопросов никаких не решили и разъехались. Съезд был сорван. С него при этом что-то требуют. Требуют каких-то результатов, требуют храмов, народа, ну и, конечно, требуют денег. Ну, взносы уж надо платить какие-то. У него этого ничего нет. Он уже в преклонном возрасте достаточно, когда я говорю, 1868 года рождения. Сколько ему было в 30-м-то году, в 28-м? Хотя, в принципе, еще не такой, да, возраст, но 60 лет. Но здоровье уже было не очень-то у него. Значит, как он пишет. «Завлекли вы меня», пишет он Синоду, «завлекли вы меня в это тягостное служение, загнали меня в болото, загрязненное анархией. Меня просят объехать епархию, но средств на это не дают. Я запрашивал приходов средств на съезд, но никто не отозвался. В именуемом обновленчестве, он уже говорит об обновленчестве не как о церкви, именуемом обновленчестве, да, уже он понимает, что это такое, остались старые привычки, инертность и лень. В епархии священники, в священнике нет подходящих кандидатов. Доходность в приходах плохая, так как похороны народ совершает сам, а младенцев крестят у тихоновцев, тех, кто оставался, верим, патриарху Тихону, ну а в данной местности, тех, кто все-таки помнил о Владыкеане. Нас душат налоги, мне нет прохода на улице от издевательств и солдатни, мой карман пуст, поэтому я раду идти отсюда. И нет ли у вас в другом приходе подходящего со средствами настоятельского места? Он просится уже просто стать обычным рядовым настоятелем обычного прихода, но не быть епископом в Мозере. Да, чтобы выжить. И вообще, ну, он понимает, что это все какая-то бутафория, реальная бутафория. У него всего в подчинении было 8 священников, вот вся епархия. Да, дальше Синод, ну и Даниил, конечно, понимает, что что-то надо делать и ситуацию надо спасать, поэтому вот в этот момент они из Гомеля приводят туда ему в помощь, в кавычках, в помощь этого самого Николая Дудкина. Дудкин приезжает из Гомеля в 1929 году, сразу же захватывает там пару десятков сельских и городских приходов. В Калинковичах, это был один из самых крупных храмов, в Ельске, и в Ельске сам себя ставит настоятелем. Синод Дудкину отдает все права, и Дудкин сам хотел, чтобы у него было очень много прав, чтобы он сам управлял. А Петру оставляет Синод лишь право, ну вот так номинально быть епископом. Ну и в принципе, вы просто там сидите на месте, не дергайтесь особо, а Дудкин все за вас делает. Ну, конечно, Петр тоже человек такого досвейерейского характера, и у него с Дудкиным с этим возникают очень сильные терки. Вот, и не знают, как это все вообще разрешить. Дудкин при этом требует у Петра, чтобы Петр, по случаю его десятилетия служения, Дудкину исполнялось 10 лет, как он стал священником, и Петра за грудки он брал, чтобы тот ходатай стал перед Синодом, чтобы его наградили Митрой за это. Тоже, но Петр, конечно, не шел на это. Да, зачем Дудкину Митра? Ну, видимо, ему она была очень нужна. И во время вот этой конфронтации происходит нечто необычное совершенно, вообще даже для тех лет это что-то жуткое. В одно прекрасное утро, ну и может совсем даже не прекрасное, в одно ужасное утро, как раз этого времени Петра находят лежащим с переломанными ногами возле соборной колокольни, мертвого. Какое-то время он еще был жив, там буквально несколько часов, но дальше он скончался. Ну, тут занялось уже дело, в дело вязалась, конечно же, милиция. В Мозорском зональном архиве есть такое вот целое дело о расследовании этого инцидента. Да, это был 1930 год, 9 сентября 1930 года. Что вот произошло? Почему Петр лежит на бетонном полу, на бетонном покрытии? Как это произошло? Конечно, до сих пор этот вопрос, можно сказать, не особо-то разрешен. Он, я описывал жизнеописание Владыки Петра подробно и публиковал его, но параллельно мне, даже немножечко раньше меня, тезисно, об этом же писал отец Дмитрий Шилиновок. Это бывший наш парический настоятель из пари, сегодня он служит в Минске, в храме, в Уручье. Мы с отцом Дмитрием до сих пор спорим, и буквально мы позавчера с ним тоже по телефону поругались на этот счет, ну, мирно поругались, Дмитрий настаивает на том, что владыка Петр был убит Дудкиным. То есть, что Дудкин, да, столкнул его просто с колокольни. Это был жесткий сам по себе, как Дудкин. Да, но Петр тоже был не подарок. С другой стороны, я отцу Дмитрию всегда говорю, что есть же вот целое расследование, есть заключение. И я не имею основания не доверять этому расследованию. Милиционер, который расследовал это дело, следователь, который расследовал это дело, он, мне кажется, очень скрупулезно подошел. Он опросил всех свидетелей, он опросил там такой вот, даже, ну, вот всех, кто был связан с этим эпизодом, хоть как-то косвенно Владыка Петр жил вместе со своей сестрой и со своей племянницей, совсем-совсем недалеко от собора, как же это улица Калинина, по-моему, называют, на улице Калинина, нынешняя, в Мозоре, и ходил пешком, конечно же, в храм, вот, там была такая Екатерина, по-моему, Лазаревич, да, Екатерина Лазаревич. Ей было всего, навсего 19 лет, она была племянницей Петра, и она описывала о том, что с Петром последнее время творилось что-то неладное. Петр был очень нервный и очень много употреблял бром, бил, бром, да, успокаивал нервную систему, лечил. Да, очень сильно успокаивался нервную систему, как она пишет. Мы из его состояния опасались, берегли его, прятали от него ножи, уксусную эссенцию. Он выходил ночью на улицу, а мама за ним. В последнюю ночь, в часа два, он вышел на улицу, и вслед за ним выбежала мама, которую он окрикнул. Ты зачем вышла? Но вернулся в комнату. Рано утром мама давала ему бром, который он обычно принимал, но на этот раз он бром не взял, сказав, зачем он мне. Очевидно, не хотел себя успокаивать. То же самое говорила и хозяйка квартиры, что он вел себя очень неспокойно. Вот несколько допросов этих лиц, которые говорят о том, что да, с ним творилось что-то неладное. Дудкин, да, Дудкин, 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 Дудкин. Дальше, вот смотрите, 38-летняя Тимошенко Татьяна Павловна, хозяйка квартиры, на которой жил Петр. Покойный архиерей Петр жил у меня на квартире вместе с семьей, стоящих четырех человек с ним. Одной старухой, именовавшей себя сестрой его, и двумя ее дочерьми, Катей и Марусей. Занимали они у меня одну комнату. Между собой они жили хорошо, при мне никогда не спорили. Материально они жили скудно. Пришли они в нашу квартиру с год тому назад. Обычно покойный отличался спокойствием, но с месяца тому назад он стал какой-то сумрачный, слабее обращал внимание на службу, жаловался, что чем-то болен. Во вторник в полседьмого утра у нас есть часы. Старуха погнала в поле корову, а я в семь часов вышла в огород. Скоро я заметила, как старик, одетый в соломенной шляпе и подряснике, быстро помчался по направлению в город. Через два часа пришла старуха и спросила у меня, где батюшка. Я ответила, ушел в город. Маруся тогда сказала старухе поискать ключи от собора, но их не оказалось. Старуха очень волновалась. Поискала за сараем и потом побежала в город вместе с Катей. Скоро вернулась Катя с плачем, что убился старик. Что бы у него были какие злобители, я ни от родных, ни от покойного никогда не слышала. Прочитана неграмотная. Далее из показаний самой вот этой племянницы следует. Побежали к собору, нашли его лежащим с признаками жизни и открытыми глазами. Мы полили его грудь водой и тут же он скончался. Не помню, какие женщины говорили, что какой-то пожарник рассказывал, что видел, как дядя вошел в собор, а за ним пыталась зайти собака, которую он не пустил. Скоро он появился на колокольне, походил немного, смотрел вниз, переставил лестницу, с которой перелез через решетку и спрыгнул вниз. Кто тут пожарник? Не знаю. Да, и следователь, да, сейчас вот приложение номер 5, я сейчас зачитаю еще один фрагмент. Да, из обследования этого места. Ну, мы скоро заканчиваем. Труп ляжить. Осмотр гибели архиепископа Петра Авдашкевича составлен 9 сентября 1930 года в 8 часов утра. Труп ляжить на кирпичной гладкой мостовой, ведущей до калитки уголовную дверь церквы. Головой к дверам на расстоянии четыре аршины от стены церквы супрать отверстие у верхнем поверху, где находились званы. Ляжить на спине, в очи полузакрыты, руки раскинутые. Ну, и так далее, там, да, як им лежить. Неабходно яши подкреслить, что каля трупа сядела большая собака покойнага и никога не подпускала близко к трупу, падайти к которому стало возможным по приходу родственников покойнага. Труп пасля гляду адведзен для вскрыця у Мазырскую окружную больницу, а б чын, и складены гэты протокол. Дальше, интересно. Унутры церкви, з левага боку, это где предел Кирилла и Лаврентия сейчас в Мазырском соборе, не доходя до алтара, на столику ляжыць соломенная серая шляпа, а пад ёй звязка ключов ад церкви. Прыстол, падсвечники, библия и другие церковные прелады накрыты настольницей. Усё на угол не нарушена у парадку. Не нарушен парадок у других частях церкви. У столах и у других закрытых местах ніяких записок, маячух, якое-нибудь отношение к этой справе не найдено. Да, ну и на основании этих всех свидетельств, их ещё есть несколько. В 1030 году, как раз 5 октября 30-го года, уже спустя почти месяц, следователь города Мозыря написал, «Прымаючу падувагу, что вытворанным расследованием с бяспечностю установлено, что Одашкевич покончил самогубством на глебе унутрицерковных неполадок, что таким чином у справе отсутчиншая склад злочинства, а тому и на подставе артыкула 4 пункта 5 постановил справу спынить». Вот, так закончилась у жизнь. Буквально вскоре был назначен новый епископ, его деятельность была, это был епископ Варлам, опять же, из Гомеля выгнанный, туда всех выгоняли из Гомеля, вот, тоже там зачёты не очень хорошие. Епископ Варлам просто служил в Мозыре и больше ничего не делал. В 1134 году, получив сан архиепископа, он получил сан архиепископа, в 1935 году он уже скончался в Варлам, совсем немножко пубыл этот епископ, и позже церковная жизнь в Мозыре замерла полностью в 1937 году. «Я, да, нескольких личностей, мне кажется, что, ещё раз говорю, возвращаясь к своей первой лекции осенней, я бы сказал, что все они жертвы в какой-то мере, даже какой-то новой системы, или вообще вот этой неразберихи этого 20 века, начала 20 века, да, вот чего-то этого страшного, непонятного. Видите, Пётр, человек был ищущий, как-никак, Пётр был человек живой, он спорил, он не искал карьеры, да, и в конце концов он просто не выдержал. Ну, на мой взгляд, он покончил с собой всё-таки, и следователь, мне кажется, очень... А может, люди что-то думали, которые были рассказаны, что им... А вы хотели людям показать, что батюшка не верил? Нет, я думаю, что милиция относительно была всё-таки там независима-то. В любом случае, кто бы там обновленцы, не обновленцы были в городе, в любом случае к церкви они относились не очень-то положительно власти, поэтому... Вы спецызывали, что покончил с собой, а на самом деле убили... Ну, поэтому в последней своей маленькой статейке о Владыке Петре я написал, что вот, как бы описал две версии, что давайте мы пока... Да, но в любом случае было, ну, как отец Дмитрий мне говорит, что смотри, а всё-таки отпевание же было его? Было, да. Оно описано, отписано отпевание, что приезжал даже архиерей на его отпевание и похоронили его как архиерея. То есть даже, видимо, для самого Синода это дело оказалось не очень ясным. Дудкина вскоре выслали оттуда. Да, его деятельность тоже прекратилась. Но вот такая вот конфронтация, это страшно. Видите, идея Троцкого, вернее, даже не Троцкого, а идея самого дьявола, да, помните, как он в Евангелии Христа просит сеять учеников как пшеницу. Да, был стана, который просил сеять вас как пшеницу и так разбрасывать, просто разбрасывать в разные стороны, дробить, дробить. Она привела к этому, смотрите, да, между собой конфронтация в церкви внутри, да, внутри церковный раскол и внутри самой организации тоже расколы, то есть дробления. И эти дробления, видите, к чему привели к смерти даже такого человека, как Петр, с таким интересным характером и с такой интересной жизнью. Да, ну, в любом случае, даже если и покончил сам, все равно он был доведен до этого самоубийства, по сути, всеми этими вещами. Ну, вкратце, в общем, совсем не подвижники благочестия, хотя Владыка Иоанн подвижник благочестия, вот его такой вот антипод, который был по крайней мере поставлен в противовес Иоанну, да, вот оказался с такой трагичной судьбой. Ну, и у них, конечно, у обоих трагичная судьба. Ну, есть ли вопросы? Заснули? Ну, это, конечно, не веселая лекция, да. В России они есть. А в Беларуси у нас есть лишь отдел по взаимодействию с вооруженными силами. Священники как бы считаются, ну, при каких-то воинских частях есть священники, которые кормляют эти воинские части. Но это слабо развитое течение все-таки у нас. Хотя оно существует, оно есть, но оно не так существует, как в России. В России есть. В России священник даже получает, насколько я знаю, довольствие, жалование. И у него должность, он замкомандира по работе с верующими солдатами или с православными. Да, да, да. Там немножечко по-другому это. Но до эволюции это было особое ведомство. Туда лишь бы кто не попадал. Туда попадали люди с хорошим образованием духовным, с академическим образованием чаще всего. И с своеобразным характером. Очень своеобразным. Ну, вот у нас готова к изданию книга. О нашем гомельском полковом священнике. Об отце Петре Рыло. Я о нем тоже вам рассказывал. Я долго работал с этой рукописью. Там потрясающие мемуары, потрясающие дневники. Я составлял на них комментарии. Набирал этот текст. Помогала мне и курсантка наша одна. Замечательная статья, предисловие. Написана нашей Ириной Адамовной Грещенко. Такая книга будет на двоих нас с ней. Ну, и в том числе помогал наш Александр Валерьевич Слесарев тоже будет. Ну, фактически на троих эта книжка выйдет. Вот отец Петр был полковым священником. Ярким представителем этого класса духовенства. Вот потрясающий тоже человек. Потрясающая книга. Хорошее воспоминание. Датирован 1132 годом. Воспоминание. И основная часть мемуаров посвящена, кроме, конечно, Гомеля, кроме нашей особой церковной жизни гомельской, она посвящена воспоминаниям его о Первой мировой войне. Он был полковым священником в том подразделении, которым командовал Деникин. Он написал потрясающие вещи. И отец Петр, наш гомельский священник, настоятель Никольского храма, ныне монастыря нашего, отец Петр был участником, будучи полковым священником, был участником Брусиловского прорыва. И он потрясающе там по часам, по минутам расписывает все действия, как это было. И пишет, что вообще вот пять лет, знаете, какие пять лет? Да, с 1915 по 1918 год, не пять лет, а вот немножечко времени, когда он был на войне, он говорит, что это были самые лучшие годы моей жизни. Он их описывает, он посвящает, он им вдохновлен этими годами, где, как он пишет, что по-настоящему видел, как проявляется христианство, как люди, как проявляется братство, вот как вот эти добродетели, они живут среди людей, а не то, что в нынешнее время. Спасибо.